Станция век назад и сегодня. Почти одно лицо. Даже цвет фасада восстановлен родной, 1918 года покраски. Реконструкцию векового здания провели масштабно и детально. Все-таки памятник архитектуры. Но внутри пассажиры станцию не узнают. Здесь расширили вдвое зал ожидания, заменили кресло и саму отделку. Больше места, светло и очень современно, красиво. Вокзал не просто реконструировали, а оснастили всеми удобствами. Вот, например, стенд для зарядки мобильных устройств. Здесь шнур для андроида, для айфона ранних моделей и последних тоже есть. Четырех шнуров, кстати, может быть маловато. За день станция принимает тысячу человек. Для их удобства и комфорта российские железные дороги вложили в модернизацию 75 миллионов рублей. За год компания инвестирует в край почти 3 миллиарда. В планах реконструировать 160 километров путей. Поступательно 5-10% увеличение объема перевозимых грузов на территорию Алтайского края. Для сравнения, в прошлом году общий объем погрузки на Алтай составил 9 миллионов тонн. Основная доля – зерно. Его экспортируют в десятки регионов и стран по всем направлениям железных дорог. Поэтому в планах РЖД развитие техсвязи на участке Рубцовск-Локоть, видеонаблюдение на станции Алтайская и телемеханики по Кулундинской ветке. Сегодня железные дороги, западно-сибирская железная дорога, ее подразделение – это неразрывная составная часть со всей остальной экономикой Алтайского края. Инфраструктурное, так сказать, обеспечение всего. Поэтому мы сегодня во многом и в производстве, и в социальной сфере без наших железнодорожников никуда. И, пожалуй, самым крупным объектом будущих работ станет вокзал в Барнауле. Сейчас АПСИБЖД разрабатывает проект реконструкции, к которому приступят не раньше следующего года. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости.